Всем доброго времени суток, а особенно подписчикам. Сегодня на обзоре у нас воблера с сайта Алиэкспресс. Это копия на Джекл Чаби Дайвинг и Норрис Крэнкин Пупа от производителя Киндом. Как обычно, постараюсь коротко. Покажу вам качество, проверим вес, размер и игру по водой. Итак, начнем давайте с копии Джекл Чаби Дайвинг в первой расцветке. Это более глубинная версия всем известного Чабика. Сверху у нас логотип Киндом. Такая первая натуральная расцветка. Снизу надпись «Флотинг» 55 миллиметров, 5 грамм, заглубление от полуметра до метра. Почему-то снизу надпись «Флывающий», хотя на сайте заявлено «Медленно тонущий». Но это мы проверим. Вот такая довольно качественная покраска. Вобблер полупрозрачный. Позже я вам, наверное, покажу его на просвет устройства, чтобы было видно шары. Вобблер, как вы поняли, уже шумящий. Такой шум, смесь низкочастотного и высокочастотного. Такая петля выходит из тела. Крючки очень острые. Сразу литым пальцем. Колечки правильной формы. Я менять их не буду. Петли все пролиты, к этому претензий нет. Крючки пружинят. Думаю, будет видно. Вот так выглядит вобблер, если смотреть его на просвет. В верхней камере у нас катаются три шарика. Один покрупнее, два помельче, которые создают, соответственно, разный шум. Низко- и высокочастотный. И в нижней части еще установлены два шарика. Вот их сбоку видно. Они практически не двигаются, немного колеблются в своих посадочных местах. Такой вот отдельной секции. То есть строение схоже с оригиналом. Теперь рассмотрим вторую, более кислотную расцветку. Коричневая спина. Та же излоготип Kingdom. И переход через кислотный в такой натуральный. С фиолетовой такой полосой под форельку. Также петли пролиты. Та же самая фурнитура. Замены не требует. Ну и соответственно та же самая грузка. Эта расцветка светится в ультрафиолетовом свете. Проверим размеры и вес. Заявлено у нас 5 грамм и 50 миллиметров. Но 50 миллиметров, судя по всему, с лопатой. Размер тела порядка 38. Так же как у оригинала. И целиком воблер ближе к 60 миллиметров вместе с лопатой. Вес заявлен 5 грамм, напомню. 5,2 в этой расцветке. И в этой 4,9. И теперь посмотрим, как он ведет себя под водой. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Теперь рассмотрим копию Norris Cranking Poop. Это воблер, имитирующий жука. И изначально оригинал разрабатывался для Lowly Forelli. С заявленным заглублением до 1,8 метра. В наших широтах, скорее всего, можно заинтересовать головля и окунь. В оригинале установлены одинарные крючки. Здесь тройные. И вес заявлен меньше. Так что при желании можете их заменить. Также вот такой логотип. Вот такая форма тела отминающего жука. Здесь петли не пролиты. Но в морозилке я его проверял. Воду он не пьет. По форнизоре также никаких претензий нет. Я менять ничего не буду. Надпись всплывающий 33 миллиметра 3,5 грамма. Крючки также пружинят. Здесь проволока потоньше. Проверим размер и вес. Заявлено у нас 33 миллиметра и 3,5 грамма. Тело порядка 33. И целиком воблер ближе к 48. И вес 3,6 грамма. Заявлено у нас 3,5 грамма. То есть довольно точно. И посмотрим как он ведет себя под водой. Увар. А вот. Заявлено. Наши шури. Иы с Auto. Я беру в дом. Продолжение следует... Продолжение следует... Цена, как обычно, в разы ниже, чем на оригиналы, а стоят они своих денег или нет, каждый решит сам. Проверить актуальные цены вы можете по ссылкам в описании к этому видео. Если вы считаете обзор полезным, то поставьте лайк. Все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. И всем не хвастань чешуи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok